Библейский портал экзегет.ру представляет Племени Моносея, Моносея, первенец Иосифа, потомкам Махира, Махир, первенец Моносея, отец Глада, настоящий воин, тоже достался на дел по жребию. Напомню, что все племена получают на дел по жребию, так, чтобы не говорили, вот кому-то кто-то там отдал получше землю, а нам досталось похуже. Потомкам Махира достались земли Глада и Башана. Достались на дел и прочим родам племени Моносея, родам Авезера, Хелака, Асриела, Шехема, Хефера и Шамиды. Это шестеро мужчин, потомков Моносея и сыновой свои предошедшие от них роды. Ну, вот здесь даже иногда у некоторых племен напоминаются роды, которые входили в это племя, потому что между ними тоже могла быть некоторая внутренняя граница. Но от Соловхада, сына Хефера, сына Глада, сына Махира, сына Моносея не было сыновей, только дочери. Их имена Махла, Ноа, Хогла, Мелька и Терца. Они пришли к священнику Илиазару, Иисусу, сыновиной вождем общины и сказали, Господь повелел Моисею, дать нам землю во владение наравне с мужчинами из нашего племени. И согласно повелению Господа они тоже получили землю во владение наравне с мужчинами из племени их отца. То есть система наследования понятна, наследуют мужчины, но при отсутствии сыновей наследуют дочери. В том же объеме, по тем же правилам, что и сыновья. Патриархат, да, но такой достаточно нежесткий патриархат. Так племени Моносея досталось 10 областей, не считая Глада и Башана, что лежат за Иорданом. То есть половина племени уже к востоку от Иордана получила земли. Те женщины из племени Моносея получили земли наравне с мужчинами, а кроме того потомкам Моносея достался Галавад. Это подводится итог тому, что мы только что обсуждали. Земля Моносея пристирается от Ашера до Мехметата, что напротив Шехема. Оттуда граница идет на юг к Антопоху. Область Топоха принадлежит Моносею, но сам Топох, лежащий на границе владения Моносея, принадлежит потомкам Ефрема. Далее граница идет вниз по Рослу Каны. На юг от Росла те есть селения Моносеи, что выделены Ефрема, а на север от Росла владения Моносеи. Граница достигает море. Что к югу от Росла, то принадлежит Ефрему, что к северу Моносеи. Далее граница Моносеи – море. На севере они граничат с Асиром, на востоке – с Ассахаром. На рубежах из Сахара и Асира Моносеи отданы Бэйчан, Ивлеам, Дор, Эндор, Танаах и Мегидо вместе с селениями вокруг них. Третий из этих городов лежит на Фадоре. Но потомки Моносеи не смогли овладеть этими городами, и Хананеи стали жить на этой земле. Позже, когда израильтяне стали сильнее, они заставили Хананеев нести трудовую повинность, но землями их так и не завладели. Тоже такая маленькая оговорка, которая вполне понятна. То есть нужно, чтобы эти живущие среди израильтян местные племена все-таки были как-то встроены в единую систему жизни израильского народа. Трудовая повинность – самый простой способ этого сделать. Потомки Иосифа сказали Иисусу, почему ты дал нам во владении только один надел, одну область? Нас много, ведь нас поистине благословил Господь. Тут сложная ситуация. Иосиф один из сыновей Иакова Израиля, но от него два племени – Моносея и Ефрема. Получается, они хотят двойную дулю. Иисус сказал, если вас много, то идите в леса и расчищайте для себя место. Там в земле перезеев и рефаимов, раз вам недостаточно гор Ефрема. Потомки Иосифа сказали, нам мало эти гор. А у хранеев, что живут в долинах Бетшани и окрестных селениях в Израильской долине, у них железная колесница. То есть еще остаются хранеи, воевать с ними трудно, у них железная колесница, вряд ли они полностью железная. А, по-видимому, колесница сделана из дерева, но в них есть железные элементы. Тут еще довольно мало железа, об этом мы не раз встречаем. Встречаем упоминание в библейском тексте. Иисус ответил потомкам Иосифа племени Ефрема и Моносии. Вас много, вы сильные, не один только этот надел будет у вас, вам будут принадлежать все эти горы. Пусть они покрыты лесом, вы его расчистите, и горы будут вашими от края до края. Вы завладеете землей хранеев, есть у них железная колесница, хоть и сильные хранеи. Ну, то есть хотите больше, идите, во-первых, работайте, во-вторых, будьте готовы согнать врагов, при том, что все хранеи уже обречены на истребление, в этой книге постоянно про это есть упоминание. Будьте готовы согнать врагов и завладеть их территорией. Ну, что ж, остались еще племена без территории и еще не распределенные земли. Об этом следующая глава.